Эти кадры – настоящая удача любого фотографа, тем более иностранца. В объектив самый быстрый винтовой самолет Ту-95МС попадает очень редко. Сегодня именно тот день. На Энгельской авиабазе десятка два людей в штатском. За тренировочными полетами пригласили наблюдать иностранных журналистов. Одно дело смотреть, допустим, на страницах интернета или журналов, а другое – это воочию видеть именно живую машину, вот такую, как, думаю, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22. Это совершенно другое ощущение, совершенно другое восприятие. Иностранцев на авиабазу позвали не случайно. В этом году, 12 августа, в Жуковском пройдут основные мероприятия – празднование вековой истории военно-воздушных сил России. Самые тяжелые бомбардировщики, базирующиеся в Энгельсе, примут участие в авиашоу. Пройдет тройка Ту-160, это так называемый боевой порядок лин самолетов. И такой же боевой порядок самолетов Ту-95МС. Бомбардировщик «Саратов» готов к тренировочному полету. У экипажа ответственное задание на параде. Самолет пойдет первым, вслед за ним еще две тяжелые машины. Представлять «Энгельскую» авиабазу будут только лучшие пилоты. На протяжении двух месяцев они отрабатывали элементы в воздухе. Как говорят сами летчики, это серьезная нагрузка и для людей, и для техники. Для таких больших самолетов не свойственно летать такими фигурами на таких интервалах и дистанциях. В этом вся и сложность заключается. Потому что между самолетами с размахом крыла 50 метров, у них между ними, между крыльями 50 метров интервал дистанции самолетов. И выдержать такой строй, тройка самолетов на малой высоте в условиях лета, жара, болтанка, довольно-таки сложно. Сегодня был последний, или, как говорят летчики, крайний день, когда экипажи тренировались над родным аэродромом. Все последующие вылеты пройдут уже над Жуковским. Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию столетия военно-воздушных сил, пройдут не только в Жуковском, но и здесь, в Энгельсе. На местной авиабазе откроются двери для всех желающих. Каждый сможет посмотреть не только боевые машины, но и посидеть в кабине пилота. Павел Феселев, Александр Королев, Новости Телеобъектив.